Приветствую вас. Правильным ответом, наверное, было бы для вас поднабреть в сторону какого-то принятия себя, в сторону личностного роста, необходимого для того, чтобы принять себя, вот, и, ну, наверное, в сторону страхов, вот, ну, посмотреть в сторону страхов, то есть, вот, это выглядит, это выглядит, вот, именно, именно, это выглядит именно так, что вы, чего-то очень сильно боитесь, вот это так выглядит, примерно, знаете, то есть, выглядит так, как будто вы, вот, опасаетесь чего-то, очень сильно, и выглядит так, что, вот, ну, ваши опасения, да, они, как раз-таки, мотивируют вас, да, на то, чтобы пытаться, ну, на то, чтобы пытаться, пытаться себя защитить, как-то, вот, понимаете, какая штука, вот, вот, поэтому здесь, ну, наверное, история, вот, а-а, ну, как-то про это, вот, наверное, и ссория здесь, наверное, про это, все-таки будет больше, ну, то есть это про личностный рост, это про принятие себя, про повышение своей самооценки, вот, вот об этом история, вот. Что касается того, что вы боитесь влюбиться, то, я думаю, что вы не зря боитесь влюбиться, если честно, я думаю, что вы боитесь влюбиться, совершенно не зря. Я думаю, что вы боитесь влюбиться, потому что вы не уверены в себе. Я думаю, что вы боитесь влюбиться, потому что есть у вас такое ощущение, что вы будете в зависимости, вы боитесь близости, и, соответственно, в этом случае вы, естественно, будете бояться влюбиться. То есть вот на, собственно, первые впечатления, что для меня влюблённость, что для меня означает любовь. Как я воспринимаю, собственно говоря, эту самую любовь, что это для меня означает, как я, ну, как я к этому отношусь. Вот. Что такое любовь? Как я чувствую любовь? Вот. Это тоже очень важная история, на мой взгляд. Потому что если вы влюблённость свою воспринимаете исключительно только как зависимость или как нуждаемость, там вот, ну, ну, нуждаемость в ком-то, то да, в таком случае вам нужно работать со своей потребностью сферой и с, значит, вот, как раз таки личными границами, чтобы не бояться влюбиться. Вот. И опять же, чтобы любить, нужно любить себя. Поскольку вы себя не любите, то вы, скорее всего, не полюбите и другого человека. И любовь – это возможность что-то отдать. А что вы готовы отдавать? И готовы ли вы отдавать что-то без, ну, безвозмездно? Вот так. Я думаю, такие примерно вопросы. С таких вопросов можно начать диалог. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку любовь. Буду раз помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!